Полезное время на Радио Шансон Смотрели сейчас и слушали песню «Клеёночка», вспомнили, что это был эфир «Майский», «Живая струна», и за эфиром рассказывали, делились впечатлениями о том, что же происходит на концерте, когда Лёша поёт эту песню. А что происходит? Просто, может быть, ещё есть 2-3 человека, которые не знают. Нет, ну что происходит? Ну, вот знаете, в народе всегда говорят, что не споём песню, а сыграем песню. Вот именно ты вышел и ты сыграл. То есть одно дело, там, запись мы слушаем, а вот когда на концерте, там, вот эта энергетика брёт, какая-то импровизация, и... Ну, я это очень люблю, и... Ну, Любань, а вот ты расскажи свои впечатления. Ну, я в зале смотрела. Конечно, во-первых, ноги идут в пляс, это одно дело. Во-вторых, ты, когда уходишь в зал, ну, были моменты, когда ты забирался на кресло, и прям на кресле танцуешь. Я, как человек, знающий тебя, переживаю. Думаю, а вдруг упадёт парень? Что же делать-то? Но нет, энергии столько. И девчонки-то ведь следом тоже бегут, и тоже ведь... Так девчонки готовы поддержать, понимаешь, если кресло не издюжит. А тут же и цветы, и подарки, и Алексей с микрофоном, и, в общем, жизни много. Класс. Да, но я мужик крепкий, поэтому всё нормально. Ну, вообще, мне кажется, в этой песне есть, вот знаете, как в химической формуле, здесь есть какой-то рецепт куража и счастья. Вот как-то это всё проникает в душу человека, и даже если ты, ну, вроде пришёл в каком-то таком бытовом настроении обычном, эта песня в тебе вот воспламеняет всё хорошее. Я уж не знаю, как создаются такие песни, видимо, это свыше приходит. Но вот она просто включает какой-то, не знаю, тумблер счастья внутри каждого слова. Ну да, есть такое. Она, на самом деле, если там стихи, в самом начале первой строчки. Когда мне грустно, я одинок, я пью электрический ток. На хлебушек мажу я облака, пока говорю всем пока. Прощается человек. Разбор песни. Мог Михаил Андреев написать такие стихи, и тут они сразу попадают в тебя, и я прям понял, что надо писать эту песню. И там несколько было вариантов, и тут вот именно на этом варианте я понял, что всё, попадание, попадание, и мы её быстро сделали, прям молниеносно записали. Насколько сейчас твоя жизнь насыщена? Скажи, есть ли какое-то время семью повидать? Как, ну, всё-таки ты сейчас, не то что сказать, на взлёте. Летишь просто как ракета ввысь. С геометрической прогрессией. Лечу. Вот буквально недавно в Крокусе нас, да, принимал участие у Ярослава Сумишевского. С семьёй. Я стараюсь сейчас как-то детей привлекать к себе. Вот была там фотосессия, я говорю, поедем на фотосессию? Они говорят, да, поедем. Я говорю, ну, надо будет рано встать. Да, хорошо, поедем. Выдержали терпеливо дети фотосессию твою? Да, да, терпеливо, причём даже ещё пофоткались. А потом вы все после фотосессии пошли куда? Мы поехали в зоопарк искать жирафа. А очень нужен был, да? Очень был нужен. Надо было посмотреть, прям найти этого жирафа. И у меня есть там смешная фотография, где я жираф, и Егор такой, испуганный, это он. Вот. Поэтому как-то, ну, нахожу время. Гастролей много, да? Как вообще? Или хотелось бы больше? А, хотелось бы больше. Ой, у меня стул куда-то поехал. Ну, нажми на брачежок. Мы тебя ловим, 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 Алексей. А, всё, всё. Ты настолько весом сейчас в жанре, что мебель не выдерживает, Лёш. Тут надо, да, учитывать. К сожалению, есть концерты, которые перенесли на май. Вот, ну, что ж тут поделаешь? И тут переносы. Ну, хорошо, что не отмены, а именно мы переносим. И вот в мае будет много, много концертов. А 25 марта мы играем в бард-клубе «Гнездо глухаря» сольные концерты. Там будет у нас презентация нового альбома. По заглавной песне «Мы сядем за стол». Так. Вот. И я всех приглашаю к нам на концерт. А билеты-то ещё есть, ты знаешь? А вот билетов... Приглашает он, да. Как вообще с этим? Есть, но очень мало. В ограниченном количестве. В ограниченном количестве. 25-е — это пятница. Пятница вечера. Так что очень удобно. Друзья, находим информацию в интернете и приходим, слушаем новые песни. А про новый альбом расскажи, расскажи. Сколько песен? Сколько ты создавал этот новый альбом? На самом деле песен уже очень большое количество. И даже если мы сейчас ещё один будем альбом выпускать, то есть уже ещё один альбом. То есть есть уже планы даже на новый альбом? Да, их много, а мы как бы не выпускали, не выпускали. И тут... А вот сейчас я посмотрю, сколько? 15 песен. Ой, а я смотрю, ты там уже и обложка у тебя. Всё готово, всё есть. Ну, потому что наш продюсерский центр Ярослава Самешевского работает чётко, быстро. У нас есть и обложки, и уже всё запущено. И эти диски уже 25-го числа. А, можно будет приобрести диски... Да, 25-го числа. В «Глухари». Релиз альбома 25-го, значит, на всех цифровых площадках. Ну, вот по старинке диски-то будут, Лёш? Диски будут? Да, да, да. Покажи обложку, Роме, ты сейчас держишь просто телефон в руках, и там готова обложка, и всё есть. А куда это? Да, вот так, вот Роману покажи, да и всё, он всё увидит. Ух ты, ничего себе. Да, это здорово, друзья. Это очень красиво смотрится. Но помимо альбомов и песен, Алексей увлекается ещё одной историей, которую ты, кстати, тоже нам показал. Вот буквально стихи в кадре. Что это за история? Там целый кинофильм, целый сюжет короткометражный. Да, к нам пришла идея, что как-то были концерты, я там прямо вот люблю почитать стихи. Но поскольку работал в театре, сейчас, к сожалению, уже не работаю, потому что нет у меня возможностей и времени, хотя очень люблю театр. И я всегда старался там прочитать стихотворение какое-нибудь перед песней. И потом к нам пришла мысль, а почему бы не сделать именно блок, такую рубрику, именно читать стихотворение, делать красивый видеоролик, музыка. И это всё пошло-пошло. Мы записали одно стихотворение, другое стихотворение. И радует меня то, что у нас столько современных поэтов, и настолько это просто есть обалденные стихи. И я открыл для себя очень много новых поэтов. А вот давай, кого ты открыла, кого ты порекомендуешь, слушателям радио Шансон. А мы записывать будем, потому что это же интересно. Ну, я очень люблю стихи. Есть поэта Евгения Соя, Женя Соя, Георгий Аланский, Ирина Астахова. Так. Вот. И то есть это современники, и там ты понимаешь, что это, ну, прям классно. И меня прёт вот это. Сколько они по времени, вот эти ролики? Две-три минуты? Ну, они разные, да. Они коротенькие. Они коротенькие, и прямо о них много люди оставляют свои комментарии, потому что, ну, такого как бы очень мало контента вообще. А посмотреть это всё можно? И вдруг артист поёт, и он читает стихи. И это здорово. Ну, помимо того, что ты стихи читаешь, ты ещё там реально, получается, короткий фильм. Это не просто... Да, но раз тебя не приглашают сниматься в кино, то надо самому, получается, сниматься. Скажи, пожалуйста, сколько нам ждать, когда ты будешь снимать короткометражку? А я думаю, мы уже думаем, наверное. Клипы есть, смотри, стихи есть. Это же можно, так сказать, нарастить и сделать. Короткометражный фильм, где ты можешь сыграть роль, спеть, прочитать стихи. Мысли у нас такие есть. Наш директор Саша Чубанов... Саша, привет. Да, привет. Он очень увлёкся именно съёмками, и он постоянно обновляет. То у нас квадрокоптер, то я ещё какой-то штатив купил, там ещё что-то. Директор ваш ещё и режиссёром скоро станет, по всей видимости. Да, он ещё скоро станет режиссёром. Ну, мы желаем, чтобы у тебя это направление продолжалось, развивалось. Друзья, пишите, где это можно посмотреть, скажи. На моём YouTube-канале и на всех... В социальных сетях? В социальных сетях, конечно. Пишите отзывы, друзья, и предлагайте свои стихи. Можно вот так, если кто-то вдруг поэт, например. Конечно, конечно. Современники. Вот, например, там пишут люди в стол. А тут раз, сам Петрохин сделал вот такой микрофильм. Если у вас есть вопросы к Алексею, пожалуйста, задавайте номер для сообщения. Единый смс ватсап вайбер плюс 7909-955-103-0. Пишите, подписываться не забывайте. Молодые люди. Я предлагаю сейчас музыкально прерваться, а потом мы сразу с вами вернёмся. Конечно, Любаш. Так и поступим. Полезное время на радио «Шансон». Продолжаем говорить. Друзья, это «Полезное время». Вы слушаете и смотрите радио «Шансон». Не забывайте, у нас в гостях сегодня потрясающий музыкант Алексей Петрухин. И мы знаем, что мы горды, с гордостью заявляем, что 16 апреля в Государственном Кремлёвском дворце случится большое событие. И Алексей номинант на получение всенародной премии «Шансон года 2022». Как глаз загорелся, смотрели, Любаш. Да, блестят глаза. Я прям благодарен радио «Шансон» за внимание к моему творчеству. Мне правда очень приятно. И ещё давно-давно я просто мечтал, чтобы мои песни звучали на этой радиостанции. А чтобы я получил премию «Шансон года», это вообще как-то произошло. И сейчас новая песня. Это новая песня, да. Мы сейчас о ней поговорим. Но просто, может быть, от тебя, от человека целеустремлённого, от человека успешного, тем артистам, которые, может быть, где-то в Волгограде или в Казахстане, где бы то ни было, слушают нас сейчас и думают, блин, вот мы тоже хотим «Шансон года» получить. Что надо сделать? Что ты такого совершил, что у тебя уже есть? Как ты считаешь? Сам как ответил? Ну, я считаю, что это прям цель. Вот прям не просто там я взял там написал что-то. Ну, может быть, получится, может быть, не получится. Нет. Труд, упорство и цель. И огромное желание. И желание, конечно, да. Кстати, песня «Мы сядем за стол» я вот зашла на наш сайт. «Радиошансон.ру» и смотрю, что она держится 11 недель в хит-параде «Шансон года». И сейчас вы занимаете вторую строчку. А 11 недель-то много? Ну, не знаю, как ты считаешь? Это несколько месяцев, Лёша, да. Здорово, здорово. То есть она сейчас на втором месте? Она сейчас на втором месте. Зелёненькая стрелочка горит вверх. Это значит, что ты подымаешься в хит-параде «Шансон года». Ну, скажи, как голосовать. И сейчас смотри, какая улыбка у Алексея. Как голосовать? Скажи, пользуясь случаем. Голосовать нужно отправлять сообщение. И у тебя номер 12. Ты же так своим слушателям рассказываешь, своим поклонникам. Номер 12. Номер 12. Песня, опять же, на стихи Михаила Андреева. Просто мы с ним очень много уже написали песен. И как-то вот прям пишем, пишем, пишем. Если взять альбом, или у меня есть список песен, так понимаю, что Андреев Петрухин, Андреев Петрухин, Андреев Петрухин. А когда мы с ним только познакомились, он говорит, Лёша, я хочу, чтобы у тебя был сольный концерт вот прям на мои стихи. Я такой, ну, давайте попробуем. Ну, как бы цели не было. А мы так сработались. И так получается. Да, и получается, получается. А мы сядем за стол. Эта песня, ну, она жизненная, такая настоящая. Там есть боль, там есть грусть, там есть какая-то недосказанность. Я её очень люблю. И вот мы работали над ней с очень известным аранжировщиком, с Александром Коноваловым. И просто прям кропотлива, кропотливая была работа. Ему огромное спасибо за его работу, что он включился в этот процесс. И, на мой взгляд, получилась прям песня такая настоящая. Я её очень люблю. И я вижу, как её принимают зрители. Мы желаем, чтобы у тебя и дальше были только настоящие песни, потому что такие песни выбирают люди, которые слушают радио «Шансон». Спасибо, спасибо. Ну что, есть несколько вопросов, которые готова задать. Здравствуйте, Любовь, Роман, Алексей. У меня такой вопрос. Лёша, если бы ты поймал золотую рыбку, то какие бы три желания загадал? Марина Селиванова написала сообщение и передаёт тебе привет. «Три желания». Сейчас, по-моему, песня родится в эфире. У нас все золотые рыбки слушают. Ой, ну первое желание, чтобы... Мне очень хочется, чтобы... А, чтобы концерты пошли, чтобы вот прям вот... Ну, вот как-то нам сложно, вот, музыкантам, да, вот, то есть прям вот уже прям какой-то период такой, ну, достаточно уже. Лимит какой-то будет, Лёша, вот сколько концертов? Каждый день, может быть, чуть меньше? Ну, каждый день это, ну, тоже сложно, потому что... Ну, чтобы достаточно. Чтобы было, да. Хорошо, дальше. Да, так. Второе, да. Второе. Хочется сольный концерт в Крокусе. Записали. Да, записали. И третье. Третье, третье, третье. Вот он, момент истины. Получить премию «Шансон года». И всё это уже совсем скоро. Последнее, это ведь 16 апреля, государственный Кремлёвский дворец. Музыкальная премия «Шансон года», куда вас, уважаемые слушатели, мы с большим удовольствием приглашаем. Пока мы тут разговариваем, Лёша, тебе стихи пишут люди. Ольга пишет, говорит, Алексей, мы вас очень любим. Наша любовь не такая, как ветер, потому что он гуляет. Не такая, как звёзды, потому что они падают. Не такая, как солнце, потому что оно гаснет. А такая, как небо, потому что оно безгранично. Ольга, спасибо. Посвящал ли тебе кто-либо когда-либо стихи? Нет. Так а что же тогда происходит на встречах с поклонниками? А, у нас буквально вчера произошла встреча с поклонниками. Я даже не знал, что такое бывает. Оказывается, у Ярослава Сумишевского огромное количество поклонников. И каждый год они собираются, приглашают его. За столом? Да. То есть в ресторан, делают шоу-программу. Ого. Они называют себя «Махоровцы». То есть это была передача, первый интернет-проект «Народный Махор». И когда мы приехали вчера, я думаю, а что будет происходить? Как это? А там прям концерт, они поют, они какие-то призы. И я просто был поражен вот этой целой шоу-программой. Любовь зрителей к артисту. И я даже не знаю, у кого еще есть такое. И поэтому, ну это настоящая народная любовь у Ярослава. Это прям, меня прям очень порадовало. Ну, поклонникам передадим привет в эти самые народы. Спасибо, спасибо. Предлагаю прерваться музыкально. Как вам предложение, господин? Мы сядем за стол. Мы сядем за стол. Да, называется песня, которую как раз-таки в исполнении вас, Алексей, предлагаю послушать. Друзья, голосуйте активнее. Возможно, песня скоро займет первое место. Поехали. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите Радио Шансон. У нас сегодня в гостях Алексей Петрухин. Мы разговариваем о музыке, о жизни. И ваши вопросы тоже не оставляем без внимания. Начнем с благодарностей. Здравствуйте. У меня не вопрос, а благодарность была на концерте в Меридиане. Отдача полная. А из Тулы, я и Стулы, соседки были из Смоленска, написали сообщение. Сообщение от Елены. Спасибо. В связи с чем вопрос. Как ты настраиваешь себя перед концертом? Есть ли какие-то обязательные традиции, которые вот ты с собой там совершаешь? Ну, я люблю, опять же, наверное, это, вот, много провел времени в театре. И вот драматические актеры, они выходят на сцену, им надо зарядиться. То есть мы не можем просто, а, там, шумим, шумим, пошли, там, сразу выходишь в сцену, и сразу, бац, ты четкое попадание. Тебе надо зазерниться, успокоиться, подумать. Я вот тоже люблю перед сольным концертом, чтобы был такой, свой какой-то уголок, настроиться, подумать, о чем будем говорить, что будем петь. И уже выходишь и работаешь. Вот, слушай, а что вот в этом году, и как у тебя замысел есть, может быть, сняться в художественном фильме, мюзикл, и опять же, вот в этом направлении. Можно я тут добавлю, да, просто пришло сообщение. Алексей, многие ваши поклонники видят вас, видят в вас актера. Может быть, вы хотели бы сняться в кино, и на какую роль бы согласились? Это вот вдогонку, так сказать, к твоему вопросу. Я бы с удовольствием, на самом деле, снялся бы в кино, и если будет такое предложение, то мне прям это очень-очень интересно. Слушайте, ну, это говорит человек, которому сам Кончаловский говорил, талантище ты мой, понимаешь? Да, да, я очень счастлив вообще за знакомство с Андреем Сергеевичем Кончаловским, и это действительно меня окрылило просто, когда он, да талантище ты мой. Я просто, Кончаловский, аааа! Ну, расскажи эту историю для тех, кто не в курсе. Я принимал участие в рок-опере «Преступление и наказание» в Московском театре мюзикла, и у меня там была очень яркая роль, именно в народном таком жанре. И после премьеры я иду, и Андрей Сергеевич идет ко мне навстречу за кулисами, и талантище ты мой, да я тебя обниму. Это мужик в красной рубахе, да? Да, мужик в красной рубахе. Ну, очень... Такой сквозной герой, и он леет мотивом в течение всей пьесы. Через весь спектакль, да-да-да. Да, то есть он очень такой заметный персонаж. Ну, в общем, если бы тебе предложили сняться в кино, на какую роль ты бы согласился? Ну, сложно мне так ответить. Ну, как на какую роль? Ну, надо смотреть, надо смотреть предложение. Ах ты какой! Посмотреть сценарий. Вы выкладываете ролики, где читаете стихи. По какому принципу вы их выбираете? Еще одно сообщение пришло тебе. По принципу... Ну, мне нравятся душевные стихи. То есть, где поэзия про любовь, искренность. И поэтому то, что нравится, то, что цепляет. То, что откликается. То, что откликается, конечно. Просьба к Алексею. С мамой бы еще дуэтов очень красиво поете вместе. Ой, ты Галю, да. Ой, спасибо, спасибо большое. Я был в деревне у нее. И мы с ним... У нас накануне стояла съемка «Привет, Андрей!» на втором канале. И там передача с моим участием. И мама должна была туда тоже приехать. Как зовут маму? Людмила Николаевна. Людмила Николаевна, вам большой привет. Да, привет, мам. Мамуль. И я приехал в деревню. Она говорит, сын, ну давай хотя бы порепетируем. А что мы там будем петь-то? Я говорю, ну давай такую-такую песню. И я прям уже уезжаю. Она говорит, ну давай порепетируем, давай порепетируем. Ну хорошо. Я взял гитару и поставил телефон. А мама не знала, что ты снимаешь? Она не знала. Она знала, что у меня компьютер открыт, как там все стоит. Все сверкает. Да, все сверкает. А я думал, что я запишу, чтобы потом ей отправить, чтобы она могла послушать. Ну чтобы как там тональность, нравится ей или не нравится. И поставил телефон. И все это записал. Потом раз, смотрю, блин, так здорово, так интересно. И выложил просто в интернет. И прям огромное количество комментариев. И я не думал, что это будет так... Моим поклонникам будет так интересно это. И они такие, а, это мама. А, как вы похожи. Вот откуда. Вот теперь понятно нам. Почему вы такой талантливый? Людмила Николаевна, человек профессиональный в плане музыки. И она очень, я так понимаю, может честно сказать, нравится песня или не очень нравится. Да, конечно. Какая у нее любимая песня из твоих? Что мама говорит? Ты знаешь, мне кажется, любимая прям нет. Ну нравится, может быть. Ей нравится именно больше даже смотреть. Вот сейчас она была в гостях у меня. И она говорит, я говорю, мам, может я включить чего-нибудь? Может быть фильм какой-нибудь? Она говорит, нет, включи концерт. Я такой, какой концерт? Кого? Ну твой концерт. Я говорю, хорошо. На следующий день что? Может быть включить кино? Нет, концерт, концерт. Я говорю, какой концерт? Ну твой концерт. Ну из меридиана. Я говорю, хорошо. И она постоянно, ей нравится смотреть. Именно даже не просто слушать, а именно смотреть. Поэтому какая у нее любимая песня, честно, я не знаю. Но она дает какие-то рекомендации? Там, сын, здесь вот лучше так, а здесь вот нотку повыше возьми, а здесь нужно чуть скромнее что-то вот делать такое? Ну да, да, конечно, конечно. Прям есть такие советы, я прислушиваюсь. Слушай, ну а покорил ты ее, когда исполнял песню Газманова, да? После этого она сказала, что надо. Да, я был маленький, это дело было в Казахстане, у мамы был свой коллектив. Я назло почему-то пошел в другой коллектив, пел ужасно. Конкурент. Вышел на сцену, уличное какое-то гуляние, и пел песню Газманова, видимо, так плохо пел, что ей стало стыдно, и она сказала, все, сына, надо заниматься, и вот взяла уже к себе. И там уже занимались вокалом. Скажи, пожалуйста, у тебя детский коллектив будет в семье еще один? Ну, может быть, ну не губернии, район, может быть. Район? Да. Ой, ну... Как твои дети, да, вот в этом плане. Ну, они очень талантливые, они музыкальные, поют. Я думаю, что что-нибудь мы обязательно придумаем, и у меня есть задумки. Детские песни, то есть могут быть какая-то, да, может, в программе? Да. Но она, может быть, даже не детская, а просто если... Ну, не буду раскрывать. А, вот. Сюрприз. Интрига. Успевают поступать сообщения. Когда пишете новую песню, кто первый ее видит, и с кем вы советуетесь? Ну, вот сейчас, наверное, моя старшая дочка, Стаська. И если мы едем в машине, я говорю, Стаська, ну, послушай, там, нравится, не нравится, она обязательно только, ой, да, мне понравилось. Или что-то, ну, не знаю. Нет, а что? Думаю, почему не понравилось. И она мне там конкретно может сказать, что что-то мне не нравится. Я прислушиваю себе мнение. Так, а что они вообще слушают еще? Вот каких еще артистов? Дети? А, дети, дети, дети. Да, что там? Как его? Ну, знаешь хоть что-нибудь? Конечно, знаю. У нас же постоянно это... Ну, скажите, я скажу, ты мне постреляешь, между нами... Современная поэзия, да. Подожди, ну как его? Не лето. Да. Не лето. Сказал ведущий радиошангсон. Что у меня в голове, да, да. Ну, в общем, еще какие-то современные. Я вот по названиям я плохо ориентируюсь. Ну, такая современная была. Хорошо, молодцы, да. Привет им большой. Я надеюсь, что они тоже слушают и смотрят выступления папы, да. Так, папа машет рукой, шлет воздушные поцелуи. Леш, мы тебе желаем вот того, что ты себе напрограммировал. Вселенная, как мы знаем по твоей биографии, тебя очень внимательно всегда слушает и посылает тебе ровно то, что ты хочешь. Спасибо. Пусть так оно идет по нарастающей. Друзья, не забывайте о концерте в «Гнезде глухаря». 16 апреля. Государственный Кремлевский дворец. Церемония вручения всенародной премии «Шансон года». Все билеты на концерте.ру. Заходите, мы тебя благодарим. Спасибо, что заглянул в гости. Спасибо большое, что пригласили. Ждем новых песен и стихов. Друзья, у нас в гостях был прекрасный музыкант Алексей Петрухин. Мы прощаемся до завтра. Любаша Володина. Роман Шахов. Это было «Полезное время». Пока. «Полезное время» на радио «Шансон».